Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Каноненко Павел Леонидович, я являюсь директором Баевской средней школы. Как и все школы края, мы провели большую работу по переходу на удаленное обучение. Провели мониторинг готовности к дистанту как учащихся их родителей, так и педагогов нашей школы. Подготовили всю необходимую нормативную базу. Сегодня я хотел бы остановиться на некоторых решениях, к которым мы пришли при переходе на удаленное обучение. Как вы знаете, всем школам было рекомендовано размещать задания по предметам не только в сетевом регионе, но и на сайте школы. Так как доступ к редактированию сайта имеет только один работник учреждения, нужно было придумать такой вариант выставления материалов заданий, который бы отвечал следующим требованиям. Первое. Доступность заданий для всех участников образовательного процесса. Второе. Возможность незамедлительной корректировки заданий педагогами при возникновении проблем. Третье. Стабильная работа системы, в которой мы располагали задания. Мною было принято решение воспользоваться Google документами. В Google документе были созданы таблицы, в которых были отражены следующие графы. День недели, предмет, задания и рекомендации по выполнению этих заданий. Здесь педагоги стали дублировать задания из сетевого региона. Но на второй день, четвертой четверти, мы столкнулись со следующей проблемой. Так как доступ к редактированию таблиц с заданиями в Google документах был доступен всем, у кого была ссылка, то дети одного из класса решили пошалить. Они удалили все задания для своего классного коллектива. Но выход был найден. В Google был создан дополнительный аккаунт. Была настроена возможность редактирования документа только через него. Теперь учителя, войдя в этот аккаунт, могли редактировать таблицы с заданиями. А родители и школьники могут только просматривать выставленную учителями информацию. Также мы используем Google таблицы для ежедневного мониторинга учащихся, готовых приступить к удаленному обучению. Заполнение данных таблиц возложено на классных руководителей и заместителя директора по воспитательной работе. Особенностью работы в дистанционном режиме нашей школы также является то, что по окончанию каждого рабочего дня я подвожу итоги и в письменном виде отправляю их педагогам. В итоге отражая проблемы достижения прошедшего рабочего дня, даю рекомендации на следующий день. Данный вид работы оказался очень полезным. Также наша школа имеет опыт проведения онлайн родительских собраний с помощью Skype. Так, по окончанию первой дистанционной недели было проведено такое собрание, на котором присутствовал и я. На данной встрече с родительными классом подвели итоги первой недели. Родители смогли спросить ответы на интересующие их вопросы. В целом хочу закончить свое небольшое обобщение следующей фразой. Нет безвыходных ситуаций, бывают растерявшиеся люди. Педагоги нашей школы как раз относятся к той категории людей, которые не растерялись, а наоборот стали искать все возможные способы решения главной задачи – учить детей. Всем желаю хорошего настроения и удачи в завершении этого учебного года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова